Приветище! Это Pacific Drive и мы продолжаем. Продолжаем улучшать нашу ласточку, разукрашивать её. Видишь теперь какой у меня красивый космолёт. Он по идее должен ночью даже светиться. Проверим это. В общем, я готов к путешествию в город для того, чтобы сделать тест на отголосок. Провериться, так сказать. Присыл время подарителя проверки теории об отголоске. Тебе надо съездить крошки Кэппи. Если эта древняя аномалия не выживет у автомобиля электромагнитный резонанс, то без отнас отвязки можно будет сосредоточиться на твоём спасении. Благодаря антенне ты теперь можешь находить стабильные развивки по всей внешней зоне. Один мосток достаточно стабильнее, чтобы добраться прямо к рыцу Кэппи, но уровень излучения уже пробил потолок. Не советую легкомысленно отвертиться к зоне. Готовься к каждой вылазке, иначе долго не протянешь. С другой стороны, тогда я быстрее от тебя избавлюсь. Так что решай сам. Всё ясно. Езжаем вот сюда вот. Гаражик открылся, тачка заряжена, всё в багажнике валяется. Садимся и поехали нафиг. Летс гоу! А, конечно. Тачку начали заведить, летс гоу, блин. Вот теперь летс гоу! Ещё музыки не хватает. Чё там с радио? Отрубайся! Нормально, мы зло включите меня погромче. Ладно, всё, погнали. А так, а нам куда? Нам туда точно не надо. Нам вот сюда. Едем туда. Погода, конечно, такая себе. Надо включить дворники. Тачка починена, всё хорошо. И у нас ещё есть ручник. Вау, вау, вау! Какие заносы я мучу на асфальте-то. Значит, напрямки до этой точки не получится. Вначале нам нужно вот эту точку проехать. Полевая дорога. Глушь, сырочащая, внешняя зона. Условия развилки. Постоянная стабильность. Посмотрим, что у нас тут по карте есть. Так, получается, нам нужно доехать вот сюда. Но, тут есть якоря. Мы можем там взять ядра и подзарядить наш компьютер. И также заехать в разные дома. Что было бы неплохо. Разведать обстановочку и поживиться чем-нибудь интересненьким. Так же, поехали потихонечку, помаленечку. А там уж, посмотрим. Отголоски, часть первая. Так, секунду, я это чуть позже почитаю. Я, кажется, слышу кое-что. Как будто электричество... Так, машину надо поставить на паркинг. И ее обязательно глушить. Коментрек мне сказали, что лучше глушить машину, иначе бензин тратится. Все дела. Фары же у меня отключены. Да. Пойду схожу сюда. Что-то прям тут такие звуки интересные. Что это такое? Ого. Кардиостимулятор. Очень здоровый кардиостимулятор, я хочу сказать. Можно его как-то разобрать? Ну, тут пусто. В нем ничего нету. Пойдем в домик теперь сходим. Пожалуй, стоит достать вот эту штуку. Как-то темненько здесь. О, пропустил комод. Футболочки. Ладно, возьмем. Сильно-то тоже захламлять свой инвентарь не хочется. Потому что, мало ли, что-то что-нибудь ценное найду, да? А места не хватит на это ценное. Придется что-то выкидывать. А времени на то, чтобы выкинуть, будет недостаточно. И в итоге все это просрется. Так, магнитофон я трогать не буду. В принципе, тут пока что все. Едем дальше. Куда мы, значит, двигаемся? Я предлагаю доехать до якоря. Он, в принципе, по пути вот сюда. Стащить там ядро. Выводим тачку. Кстати, по поводу... По поводу похитителей. В комментариях мне написали, что они похищают исключительно тачки. И живая ткань им как бы нафиг не сдалась. Поэтому можно их не сбегать, если я на своих двух перемещаюсь. А если вот на тачке подъезжай к ним, то желательно... Сваливать от них. Иначе они сопрут. Моим точил на предприятие по переработке металлолома. Хе-хе. Ладно, шучу. Они просто откатят ее куда-нибудь подальше. Ох-ох-ох. Ты посмотри, что у нас на карте тут рисуется. Какая-то аномалия двигается в нашу сторону. И двигается она довольно быстро. Может мне не стоит туда ехать, переждать эту бурю. Она, в принципе, не такая большая. И, по-моему, она вообще двигается ко мне. Словно я ее притягиваю. Ну что ж. Поехали пока потихоньку. А там посмотрим. Опа-на. Вот это. Неожиданно я вовремя включил фары. Сейчас бы впендерился. Давай объезжать. Если мы это сможем. Вполне спокойно справились. Ох ты, елки-палки. Кажется, нас аномалия настигла, да? Да-да-да-да-да. Она нас ловит. Мы прямо в центре находимся. Нее. Надо оттуда убираться поскорей. Вручник пригодился вовремя. А это что за фиолетовая ерунда? Я добрался до якоря. Очень хорошо. И мы выехали из зоны аномалий. Это прям шикарно. Стоп-стоп-стоп. А это что такое? Огромная пила распиливает землю. Нифига себе. Так, ладно. Я, короче, глушу. Фару врубаю. Пойду за ядром схожу. И хочу еще... До этой бочки добраться. Она что-нибудь... О! Бочки с топливом. Это хорошо. Сейчас, короче, возьму канистрочку. Далее сюда топлика. И выкачу бочку тут. Пойдем по-быстренькому это сделаем. Пока нас тут не распилили нафиг. Все. Всю бочку выкачу. Сейчас будем якорь брать. Брать, брать, брать. Этот якорь. Открою сразу двери. И тут сейчас начнется что-нибудь необычное. Я думаю. Так. Кладем якорь сюда. Пока что вроде бы спокойно. Все тихо. А, нет, 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 нет. Не все спокойно. Не все. Тихо. Я так что подкинул асфальт. Поехали, поехали, поехали отсюда. Так, куда поедем. Пока вроде бы все спокойненько. Тихо. Вон там наверху, смотри, что происходит. Купол какой-то энергический. Ладно. А это что у нас тут? Опа. Дай-ка выйду. Машина не заглушила, но ничего. Кардиостимулятор. А, я тут могу что-то подзаряжать. Вот что такое кардиостимулятор. До меня только сейчас дошло. Я посмотрел на значок. И он реально заряжает, ну, может быть, батареи, аккумулятор или еще что-то. Все ясно. В общем, что, куда мы едем-то? Мы едем назад. Вон туда наверх, к радиовышке. А мы туда в жизни не попадем. Кстати, мне еще, знаешь, что говорили? Если ты нажмешь на кнопку Т, то твоя тачка телепортнется к тебе. Поиск тачки. Телепортация. Ну, в принципе, действительно, это так. Здорово. Классно, 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 что это все реализовано, что это у нас есть. Так, ладно, короче. Хватит тут экспериментировать. Поехали. Все-таки мы в зоне отчуждения находимся. Нас тут могут и того. Схавать. Или прихлопнуть, дать. Пилу только что проехали. Сейчас будем в туннеле ехать, скорее всего. Да. Вот он туннель. На карте он обозначен, как вот такие вот пунктирные точки. Слушай, ну, довольно пока спокойная наша вылазка первая. Я думал, будет хлеще. Ну, что-то не влетел в этот, в компейнер. О, тут уже посветлее. Тут все выгорено, жутко. Еще одна зарядка. Попробую, короче. Нифига себе, это меня так на грязи носит. Жесть. Попробую сейчас в горку заехать. Может прокатит. Машина, конечно, не подготовлена под это, но что поделать. Рискнуть стоит. Так вот, пока едем. Ай-ай-ай-ай-ай, скатываемся, скатываемся, скатываемся. Да, придется по дороге ехать. А это у нас что такое? Давай-ка заедем, посмотрим. Какая интересная штука. И какой интересный... И какой-то странный звук был сейчас тут рядышком со мной. Что это такое? Пневматическая почта. А-а-а, так вот для чего почта нужна, я забыл. Все понятно. Лампочка. Вот это я возьму. Короче, все это я забираю. Лампу накаливания, дай-ка я посмотрю на нее. Лампочка у меня открылась. Чуть не разбил ее. Ты что, с ума сошел выкидывать такое дело? Может мы из нее потом фонарик сделаем? Сейчас в багажник закину. Так. Я видел еще одну почту. Вон она, сейчас я до нее сам сбегаю. Кстати, а что если я лампочку положу в этот... Кардиостимулятор? Она зарядится? Нет. Еще одна. Почта. Блин, жемчужина. Нафиг она мне сдалась. Я их еще ломать не умею. Ну все, поехали. Потихонечку, помаленечку. Еще одна аномалия. Вон двигается в нашу сторону. Значит, едем вокруг. Что-то у нас какой-то очень большой круг получается. Ну, что поделать. Буду смотреть по сторонам. И, может, что-нибудь еще найду. Какие-нибудь почтоматы. Вон там вот вышка есть. Что-то там горит. Надо заехать туда. Глянуть. О, еще одна пила. Так. Ее тут пока нету. Мы просто проезжаем спокойненько. О-о-о-о. Хотел на вышку сходить. А ты посмотри. Тут радиации. Фигово тучит. Кстати, странно, что похитителей нету. Прямо очень странно. Что они? Ушли телепередачу какую-то смотреть. Шоу свое любимое. Ладно, машину пока тут оставлю. Дальше не поеду. Пошли. На своих двух. Да, радиация тут нормально так. Зашкаливает. Вылаваем, значит, замок. Пошли. Сейчас зажгу шашечку эту. Так, так, так. В чем мы тут имеем? А, ух ты. Конвертер. Значит, шестерня в химикаты превращается тут. У меня нет с собой шестерни. Я ее, конечно, могу сделать в тачке, но пока не вижу в этом тоже смысла. Ящичек есть. В ящичке ничего интересного. Все, тогда валим отсюда. Садимся в тачку и погнали. Что там, где аномалия? Опа, она уже почти нас накрыла, между прочим. Прям вот совсем рядышком. Можно переждать ее вот в этом здании, вот, которое там наверху. Сейчас мы до него доедем. Черт возьми. Стал бы какие-то здоровые. Радует, что не глубокая ночь. А то было бы совсем не круто. Стоп, 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 как-то едет. Подождем, пропустим ее, как трамвайчик. Ага, куда я поехал? Елки-палки, тут что, тоже радиация? Смотри, вон кусочки земли летают. Где там поворот-то? Стоп, у меня что-то с колесом. Стоять! не вовремя то как я колесо пробил что ну да ну да ну да ну да хорошо что я взял с собой герметик пошли сейчас заделаем его быстренько отлично все поехали конечно по такой местности гонять я кажется багажник не закрыл ну да пофиг нам надо ехать а то аномалия нас настигнет можно кстати включить радио чтобы не так грустно было а то мы в такой тишине гробовой едем вот этот поворотик нам нужно там тоже пила было да ладно тут чё дорога ах фараза ладненько попробую сбоку объект ух ты грузовик какой тесе ну-ка дайте-ка я вылезу можно сканировать тут можно и колесо грязевая шина да ты что как ее оторвать дайте я ее оторву сожалению оторвать ее не смогу а вот растереть вполне может быть тогда я с детальки соберу и смогу грязевую шину сам собрать когда у меня будет такая возможность в кабине тут ничего не открутить так что по большому счету можно бензик еще откачать но у меня с бензином нет проблем наверх еще залезу тут тоже ничего интересного там наверху пойду-ка я вон те вот фиолетово штуки посмотрю что это такое вообще то они меня так манят интересно аномалия лево-право если я сюда щас встану не произойдет со мной да нет ничего не происходит видимо она как-то будет воздействовать на машину и раз написано что лево-право то скорее всего у нас сменяется управление если объезжаю эту фиолетовую пигню так надо закрыть короче все таки багажник и мучаться были на аккумулятор конечно высаживается вообще дичайше смотри надо свет тоже выключать потому что когда ты едешь работает генератор ну по идее должен работать все продумано в этой игре и он заряжает аккумулятор а когда машина не едет и просто у нее свет горит она стоит то аккумулятор высаживается очень быстро вы издеваетесь что ли здесь чтоб я на трамплин заехал не тушки я лучше обедом чё там нам далеко а кстати нифига себе аномалия то прошла мимо нас и не затронуло даже здорово вообще такая спокойная вылазка прям душевно сам начале немножечко по ней рычал а сейчас вообще огонь радио включить что-нибудь другое там и погромче пожалуйста с вами снова радио зона да пошел ты со своим радио зоны я музыку хочу они слушать болтал не дайте ему зло опа а вот и похитители выключаем фары так говорили что на людей они да нет не реагирует пойдем проверим я здесь я тут а хочешь меня похитить да ну нафиг он у меня утащил эй верни и так но это железка а вот у меня в руках час ничего нету понятно они только на железо реагируют вон она чё у них даже присоска такая метель только не к машине пожалуйста у них даже присоска типа магнита куда мы выкинул вот она давай забирай возьму а у меня все принципе металлическая вот шашечка будет руке ну тачки то понятно почему они таскают они присасывают свой магнит и как бы покатили все что железное их приманивать и перьяс ну чё будем не у него проезжать построим ганки поехали обижаем правее налево дорогу не сильно было хорошо видно почки тут понаставили может они кстати взрывные если я пьяна и мне наехал как бы взорвалось тут все и я в том числе на своей точиле еще один похититель выключена пожарной пары может правильном направлении едем вроде бы да так а это чё у нас за фигня я чё-то не обращал внимания что у меня тут какая-то фигня есть а она опускается на ядро вон домик вижу кардиостимулятор чё до домика съездить прям вот руку протянуть пойдем короче сгоняем туда может чё интересного увидим днём какой-то очень странный дом на мусорку похож живой добрый радиация опять дофига чё давай взломаем посмотрим чё скрывает этот дом добрый ух ты ёлки нормально так у вас тут по лично это я заберу это я заберу можно будет сейчас подхилиться заодно ну-ка чья-то ладно тоже возьмем рубильник а нет ножик что-нибудь есть еще интересно камни тут двигать надо мешает своими тут мусорки поковыряться можно в телефоне ну смысла телефон распилить книжку можно взять нет ну чё я думаю что он надо отсюда выходить я вроде бы посмотрел больше ничего здесь нету в этом аномальном доме вокруг еще можно пробежаться конечно на ничего интересного ладно тогда надо подхилиться вот этим сухпайком едем дальше так по аккумулятору сурок передачу втыкаем свет вырубаем ну все получается получается что мы едем сейчас прямо выезжаем на дорогу вот она и едем прямо тут у нас пила вроде бы она далеко пройдет об она там что-то появилось там что-то появилось так свет надо отключить это очень пойду схожу посмотрю что там пневмо почта появилась здорово еще одна лампочка наклейки а это серая краска что забираем тогда сейчас тут тетрис поиграем немножечко так и красочку вот сюда все влезло сейчас это все с багажник закинул закрываем были по шапке съедал багажной двери жуткая дворина конечно это пила но слава богу она по одному направлению гоняет как по дороге музыка меня радует блин кто вот этим бочки по наставил на дороге погромче погромче пожалуйста и мы почти доехали до якоря сейчас будет прикольно если я возьму ядро и там начнется экшен конкретный здоровенный камаз он может быть не пустой кстати тут и эта штука есть я кстати хотел посмотреть что она делает заодно отсканите аномалия написано отсканим трескучий туман но понятно значит он опасно я чуть-чуть не увойду да он меня убивает а а машину соответственно ломает давай посмотрим чего в этом команде грузовике можно тебя открыть как бургон для перевозок но тут можно колеса подпиливать еще чуть-чуть кабине ничего нету в общем ясно едем дальше ух ты елки-палки тут конечно а там он радио а почему а вот не туда и надо кстати нормально тут такие глюки аномальные машина показывает что тут очень опасно надо быть очень осторожным снова это слизь мусорная что зайдем посмотрим что тут у нас есть так взломать надо что-то тут нет двери так откроется ничего интересного компьютер можно сломать еще один компьютер фигня какая-то а вот тут что-то интересное кажется газовые баллоны с чем-то заберем и лабораторный компьютер ящик пойду короче до ядра теперь сбегаю ух ты рядышком фиолетует туре летает что я без тачки значит забрали бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим скорее отсюда бежим пока не началось как началось началось давай давай всасывай это ядро и поехали Мы как раз уже закончили вылазку, так что заводись. И газуем. Прямо к выходу. Прямо туда. Надо объехать эту пилетовую пигню. Черт, вот, да, 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 началось вот это вот лево-право, короче. Все, гудеть. Вот, видишь, что происходит? Машина сама гудит и это, дворники врубает. А я приехал к Ротану, который позволит мне пробраться в город. Осталось-то всего ничего, три часа доехать. Сьеррам, центр города, сырая чаще. Боже, Сьеррам. Я надеюсь, что больше никогда не вспомню об этом месте. Направляйся к городу, крошка Кэпи находится прямо там, где когда-то была с Сьеррам. Ты точно его не пропустишь. Ух, елки-палки, вот это карта, я тебе хочу сказать. Нормально такая. И нас тут сразу же якорь встречает. Можно подзарядиться, в принципе. Останавливаемся. И по топливу. Я бы сейчас еще топливо заправил, потому что по топливу... Да, у нас половина бака. А там-то что происходит вообще? Ничего себе. Ладно, не важно. Достаем канистру, заправляемся. Вдруг нам сейчас придется очень-очень быстро ехать или от чего-то убегать. У меня топливо закончится. Это будет в фиасках. Похититель у нас там ли-то? А там что у нас светится? Что это такое? Ух ты! Какая интересная штука. Что ты? Аномалия. Живое сердце. Его можно распилить? Какой-то проигрыватель. Умеет чинить. Написано, что девочка потерялась, короче. У нее там фургон был поврежден. И только благодаря вот этим сгусткам ей починили фургон. Ну-ка я сейчас подъеду. У меня, правда, все норм. А, я же еще хотел вот это вот взять. Сейчас возьму. Сейчас возьму. Блин, как они тут появились? Вы что? Что так быстро-то? Сейчас, сейчас, сейчас. Поехали, поехали, поехали отсюда. Ах ты, зараза. Прямо на него накатил. Стой, задний ход. Ух ты, елки. Ну вот, тачка повреждена. Выключаем фар. Все, поехали, доедем туда, попробуем. Это живое сердце. Сможет ли оно меня подлатать? Вот и экшен подъехал, да? Началось. Живое сердце, помоги мне, пожалуйста. Вроде как ты должен охилить. Действительно, реально, смотри. Тачка похилилась, да причем так хорошечно. Круто. Вау, благодарю. Ну а теперь со спокойной душой и починенной машиной мы едем. Эй, может поразить, почему-то приближаешься к самой огромной ломалии зоны. Вы хотели знать, если в этой машине хочешь что-то от отголосков, тогда не мешайте. Ты хочешь с помощью Кэпи усилить сигнал отголоска? Это безумие. Нормально все будет несать, ребят. Так, тут походу радиация, вон, земля летает. Мы подъезжаем прямо вот сюда. Что это такое, интересно? Покажите легенду, что зеленая это область задания. Ага. Куда? Стой, 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 стой. Нет, нет, нет. Зараза. Зачитался. Ох ты, блин. Так, ладно. Колесо пробил. Плохо, 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 плохо дело. Надо было здесь в тачке и телепортировать ее. Вот это, я сказать, тут еще и радиация. Ну вообще, зашибись. Ай. Как меня так угораздило вообще? Ну ладно. Водитель, вы не обязаны этого делать? Да все будет в порядке. Ничего не будет в порядке. И посмотри на скоти радиации вокруг крошки Кэппи. И это платы стольких лет. Чтобы достичь хоть какого-то резонанса, придется подъехать к Кэппи в плотную. Я понимаю твои опасения, Фрэнсис, но Офи права. Даже если в машине есть энергия отголоска, мы не сможем инспектировать ее обычными методами. Ты что, на ее стороне? Дело не в сторонах. Это хороший план. Я не собираюсь рисковать жизнью водителя ради очередного подтверждения отголоска. Никто тут не рискует ничьими жизнями. Автомобиль явно защищает водителя каким-то неизвестным мне способом. Под этим капотом происходит что-то очень интересное. Да и вообще, куда делать твоя тяга к открытию, Фрэнсис? Убийство не входит в перечень открытий, которые мне бы хотелось совершить. Давай, давай, машинка, пожалуйста, телепортнись. Слишком далеко от водителя? Ее что, кто-то спер или она дальше поехала? 58 метров. Вот, я же вижу его, этот автомобиль. Пожалуйста, принесись сюда. Нужен, 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 давай! Нет, не работает. Параза. Че, придется тут ехать что ли? Я ж никак не смогу подняться, там вон еще радиации дофига. И че мне теперь делать, тот? Как мне быть? Меня тут, видишь, че спасло? Гамень этот. Если бы не вон, я бы вообще скатился в самый низ. Так, хочу открыть, короче, карту, посмотреть, че. О-о-о-о-о, нормально так мне машиночка здоровья подпортила. Черт, подери. Так, есть идея, есть идея. Мы сейчас то же самое сделаем. За дерево, за дерево, за дерево ее. Давай вот сюда телепортируйся. И в дерево, пожалуйста. И в дерево, и в дерево, удалься в дерево. Ништяк! Работало. Ой, что-то я слишком, как-то не очень хорошо сделал. Машину вот сюда. Можешь телепортировать? Вот. Несколько этапов надо делать. Несколько. О-о-о-о, да-да-да-да, вот сюда. Да блин! Стой, машина! Если бы нет радиации, то, может, было бы все попроще. Но эта радиация все портит. Я там машину уже свою так разломал, так поломал. Она скатывается, надо вот сюда. Так, стой, стой. Вот там дерево, об дерево, об дерево. Ой, хорошо, молодец, 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 молодец. Есть! Я затолкал тачку сюда. Фух! Получилось. Только не скатись, пожалуйста. Просрал все двери. Вообще жесть. Панель, все, капец. Мне конкретный ремонт теперь нужно делать. Ой-ой-ой, прочность тачки, ты посмотри. Аккумулятор, ну, пока нормально. Ручник, все, хана. Всю тачку поломал. Ужас! Ужас! Зачем я туда упал? Как так вышло вообще? Глушим тачку, короче. И сейчас придется ремонтировать ее. Там манекены, там фонарь. Давай к фонарю, короче, подъедем. Я надеюсь, что там будет получше. Манекен нас не сильно потревожит. Тихонечко, аккуратненько. У меня еще колесо пробито вообще зашибись. Куча манекенов. Там что-то красное на дороге валяется. Мне не очень нравится. Так вот. Ребята, я тут под светом вашего фонаря постою. Хорошо? Заодно вот это разгляжу. Все это такое. Кристалл терможивица. Надо отсканить это. И поднять теперь. Эта искусственная кристаллическая субстанция обладает впечатляющей теплоустойчивостью и прочностью, что открывает целый ряд возможностей для ее применения. Короче, понятно. Я ее только в руках могу нести. А если я, кстати, попробую кинуть в манекен? Ух ты, ух ты, ух ты. Нормально. Удачно я кинул. Но я не понимаю, может быть, в багажник получится закинуть. Сейчас. Давай в багажничек. О, да. В багажник может убираться. Так, короче. Мне сейчас нужно ремонтную пасту сделать. Герметик, чтобы колесо залатать. Пойдем его латать. Хорошо. И теперь все это дело чинить. Елки-палки. Я и фару еще просрал. Зашибись. У меня запчастей с собой не так много. Если бы я знал, что такая ситуация произойдет, я бы, конечно, все зашаривал вообще полностью. Блин, это колесо вечно, оно меня так напрягает. У меня же там запаска была. Да, вот есть запаска. Короче, надо колесо поменять. Оно постоянно у меня плохо закрепляется. Вот сюда вот это колесо кинем, а это я сниму. Вот так вот. Во! Пойдет. А это я нафиг разберу, оно у меня достало уже. Все, короче. На три панели мне хватило. Еще одну панель надо и три двери. Но, к сожалению, увы и ах. Материалов нет. Надо, короче, еще лобовое стекло себе починить. А походу никак, да? Набор герметика нужен. Сейчас, набор герметика. Мне изолента нужна. Изоленточка! Тут где-нибудь есть? Походу нет. Ну что, поехали так. Все, что смог, я сделал. Надо выбрать точку, куда я сейчас... Вот тут у вагонов можно что-нибудь поживиться. Поехали туда, короче, к вагонам, если мы сможем. Опа, на. Аномалия нас нажила. Заводи тачку, поехали отсюда нафиг! Гони! Срочно гони, гони, гони. Нам сейчас тачку вообще повреждать нельзя. Моё мать! Жесть! А на карте даже аномалий нет. А весь прикол еще в том, что у меня фары же нерабочие. Очень плохо, очень плохо. Может, их отремонтировать? Я их отремонтировал или нет? Сейчас пойду посмотрю. Фара, фарочка моя. Чего ж ты не работаешь? Да, я надо подремонтировать. Ей тогда будет хорошо. Надеюсь на это. Мне что-то еще показывает, что аккумулятору, типа хана... Все, аккумулятор надо подзарядить. У меня как раз там есть набор зарядки. Вот. Сейчас я открываю. Капот. Вот она. Да, аккумулятор полностью разрядился. Ну, дела. Хорошо, что я с собой зарядку взял. Так. Ну, по крайней мере, одна фара должна нам помочь. О, да, пойдет. А то совсем слепую не хочется ехать. Опа, а это что такое? Какая-то фигня. Дай-ка я туда сам схожу. На своих двух. Пару выключаем. Какая-то неведомая фигня. Аномалия. В общем, до этих штук лучше не прикасаться. Они накапливают энергию. Если ты до них докоснешься, они взрываются. А если в них врезаться на тачке, то тебя как из рогатки выпуливают. Поэтому лучше объехать эту штуку как можно подальше. Крубаем свет. А вот тут вот сейчас проедем. Слева. И не до того. Еле живой капот разламываю. О, какая-то руха. Нет, 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 нет. Вот сюда налево, налево, налево. Налево, быстрей. Зараза. Капец. Тачка сживающая. Не успел я уехать отсюда, но... Тем не менее, ловушка, короче, была. Ну все, ну все, ну все. Машинка, успокойся, успокойся. Давай я тебе заглушу. Да я выйду. Капец. Меня вот эта дверь спасла. Я что-нибудь отсюда могу свиснуть? Что это? Это ловушка-колотушка. А, это ловушка была. Поэтому. Ну, теперь буду знать. Куча всего тут вообще. На каждом шагу тебя поджидает какая-нибудь фигня. Двигаемся мы правильно внизу. Подожди, если мы вот сюда повернем. Там поезд был. Но мы туда уже не доедем. Потому что там в горку надо идти, а я нет. Я туда не полезу. Так что едем прям вот сюда. Прям в центр города. Что тут? А нет, мы туда не поедем. Давай вот срежем тут путь. Мы можем это сделать. Надеюсь, что в поле тут ничего нас не поджидает. А вон там что-то есть. Тоже может быть ловушка. Так, стоп. Это гриф! Это же лечебный гриф! Пойдем, подхиль меня, пожалуйста. Как вовремя я тебя нашел. О, спасибо тебе! Круто! Все, это максимум, походу. Чуть-чуть нас подлатали и типа хватит. Иду я отсюда. Ладно, тогда я поехал. И на этом спасибо. О, бочка с бензином. Так, стоп. Выключаем пакет. Стой, 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 стой. Там же пила еще. Чуть в нее не влетели. Так, надо подхилиться, во-первых. Там заправка есть. Может, до заправки сейчас доедем? Но сперва я все-таки выкачу топляк с этой бочки. Все, поехали до заправки. Ага, тут и манекенов. Фиговая туча. Как бы их объехать-то? Надо в них кинуть что-нибудь. Как я в прошлый раз кинул, вот так же надо. Опа! Это что за фигня? Это очень плохая штука. Надо ее снимать скорее. Давай-давай-давай, пошла. Тачку запустила, слышишь? Что ты такое? Так, надо тебя отсканить. Сломанный зайка. Его можно распилить. О, руль со свалки нашел. Спасибо. Давай почитаем, что это за зайки. Опасны ли они? Сломанный зайка. В общем, название оправдывает себя. Это зайцы. Но не простые, а механические. Они типа хакеры. Давай я радио сперва выключу. В общем, в чем суть их? Они прыгают на то, что электрическая, ну, где есть механизмы какие-то... Ох, нифига себе это. Вот это жуть. Короче, зайцы прыгают на машины, на приборы. И хакерят их, ну, взламывают. Что и произошло с моей машиной. Зайц на нее напрыгнул, она начала куда-то отъезжать. Там включилось радио. Управление на себя берут. И начинает конкретно шалить. Поэтому лучше от этих зайцев держаться подальше. А я пойду один на вылазку. Потому что... А, ну, в принципе, можно вот тут вот проехать. К заправке. Давай я так и сделаю. О, и дворники тоже этот заяц включил. Вот, до сранки. Поехали, короче, потихоньку. Манекены главное не трогать. Вот и к заправочке подъехали. Зачем я это сделал? Погудел. Типа, эй, заправщик. Заправь меня. И канистру заправим. Отлично. Ну, а теперь пошли пробежимся тут. О, мусорка волшебная. Подари меня мусором, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Спасибо. Жемчужина. Ну, блин. Она мне, нафиг, не сдалась. А, зараз, тут радиация. Ёлки-палки. Надо похомячить и побыстрее тут вылазку эту закончить. Дверь не открыть. Ударный молот. Проблем. Так. Беру шашку. Ни черта не видно. Ничего, ничего, ничего интересного. Ничего интересного. Так, так, так. Вот там вот что-то есть. Ударный молот опять. О, 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 о. Кажется, там мою тачку схватили. Или что-то взорвалось. Походу, там что-то взорвалось. Блин. Тут манекенеры ко мне подошли. Не очень круто. Еще и эти подъехали. Похитители сраные. Надо, короче, срочно вот эту шашку кинуть. Да, подальше. Вон там. Идите, ребята, идите за ней. А я нафиг валю отсюда. Валю, 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 пока мою тачку не сперли. Поехали, 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 поехали. Помчали отсюда. Все, радиации тут, конечно... Ого-го-го. Нет, сейчас могу откинуться. Мне надо выехать отсюда. Поленский. Да когда эта радиация закончится? Хватит уже. Вот тут она закончилась. Ну, слава богу. Короче, нам надо объезжать сейчас. Вот так вот. Там пила еще едет, блин. Объехали ее, зашудись. О, тачка поломанная. Мне с нее надо достать изоленту, чтобы залечиться. О, да, изоленточка. Как это здорово. Делаю себе аптечечку. А то мне совсем уж туго. Теперь хочу сделать набор герметика. И, наконец-то, заделать свое лобовое стекло. Во! Ну, теперь можно хоть ехать. Блин, колесо что-то у меня там с ним неладное. Так, надеюсь, что мы сможем так объехать. Я вообще еду как-то. Как-то не так, как надо. Опа! Еще один гриб нашел, что ли. Ничего себе. Музыкальный гриб. Подхиль меня. Зато, может, и колесо подхилить? Пожалуйста. Что-то колесо не хочет хилить. Колесико, колесико, пожалуйста. Ну, видимо, все. Выше, чем эта шкала, он не хилит. Блин. Не, 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 не. Правильно. я твоя жесть надо быстренько тут проехать о как от зашкаливает но благо мы ее быстро проехали эти манекены маньячелы ой зайцы 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 нет 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 только не они мимо не должны были прицепиться ко мне еще радиация погнали других выходов нету так но мы в общем объехали все это дело с другой стороны тут проще подъехать и надеюсь что мне удастся это сделать к радиовышке приехал какой-то а тут еще и машина посмотри тачка то вообще целёхонькая почти надо ее разбирать блин 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 тут похитители страны надо выкинуть этот огонек только не меня только не тачку ух понесло кажется ну вот утилизатор сломался ну а тут ломом подделим нифига себе панелька вот это я удачно конечно удачно удачно так панельки где мне не хватало вот здесь могу сделать еще одну дверь нормально и на этом пока все едем к вышке продолжите вас объехать а ну не так же только тачку чинил чуть-чуть так стану наверно тут не на свету чтобы тачка в теньке была пойду по рыску гляну может отдельная найду а мне собственно сейчас надо будет спуститься как-то отсюда вон туда к мосту наверное летит этот похититель железо тут походу снизу никаких дверок нету будем подниматься наверх по лесенке данжер опасно да вы издевайтесь код нужен а где ж я этот код найду вам тут надо всю карту изучать так ночью надо нам короче где-то тут спускаться вот сюда вас будем пробовать потихонечку вот так вот помаленечку по бездорожью будем спускаться тут конечно очень опасно деревья пищи вагон так ну вот я думаю что мы тут можем спуститься поехали о как хорошо аккуратненько надо тихонечко вот то я бахнулся все с тачкой тачка вроде нормально вот дела прости меня машинка я не хотел этого там у меня аккумулятор хана уже он почти все так стоп в грязь болото въехал очень плохо там плазма есть надо ее забрать нам пригодится оба ну и городок тут конечно вот тут то можно поживиться запчастями но чтобы меня манекены тут не сожрали их тут очень много у меня аккумулятор штамп вообще в говнину надо отключить надо отключить так вот пойду гляну что тут забираем все запчасти нужны чё еще тут у нас есть одни компьютеры нафиг они не сдались где изолента дайте мне изоленту там тоже плазма сейчас будем плазму значит обывать плазма нам поможет сделать зарядку для аккумулятора правильно же да правильно отлично делаем эту зарядку оставлю на потом пока еще аккумулятор там живой более-менее пойдем короче вот сюда сходим посмотрим что тут ящик пустой конвертер шестернев химикаты может сделать нам это не надо рубильник я что-то там а я сетку опустил и могу теперь туда проехать это здорово все значит проедем в принципе я тут все вроде бы зачистил так дорненько все работают задним ходом аккуратненько никуда не впендюривай вот заго поворачиваем автомобиль недостаточно близко к кэпи ничего не выходит чё теперь а что если запустить автомобиль прямо в зитру кэпи и и погибли что все просто владитель влетает на автомобиль прямо в сердце аномалий а я открываю врата нужно только подгадать момент а если не получится если верить моим расчетам должно получиться в любом случае хоть чего-то стоящие эксперименты всегда сопряжены с риском уничтожения всего живого это с каких таких пор это плохая чудовищная идея но если другого выхода нет у тебя получится слышишь подай газу сейчас 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 подождите я тут проверю все там тачка стой 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 сейчас будем прыгать короче поехали офиг пора офиг мои системы перегружены я дома оу как я облетел то что произошло вообще чёртова шуковина работай работай ты меня слышишь сигнал опять из гаража кэпи поддравил систему связи я уже думал что потерял тебя ну главное что все получилось врата себя вернули аэрка работает все данные тоже сервы и мой план сработал кэпи усилил сигнал автомобиля и он совпал с отголоском похоже что без и твэнсис наконец и правда нашли свою легенду только вот боюсь они не говорили правду отголоски сводят носителей с ума возможно с тобой процесс будет длиться немного дольше все таки этот отголосок долгое время спал увы других новостей у меня нет но я по прежнему намерена помочь тебе выбраться из зоны чем быстрее у нас получится тем больше у тебя останется времени на нормальную жизнь ни один из найденных маршрутов не идет к выходу придется тебе отправиться искать другие как выйдешь в зону сможешь связаться с Тобиусом и Фрэнсисом исследовать зону будет сделано но уже в следующий раз ну что ж это было круто блин столько всего такие приключения невероятные если тебе тоже понравилось то ставь лайк под видео и подписывайся если ты еще не подписан чтобы не пропустить следующего ролика на котором мы с тобой и увидимся так что до встречи и здесь и там будет так что это